дорогие друзья на моем канале есть видео как излечить сразу собаку от чумки и я получила много вопросов много всяких комментариев под этим видео мой совет помог многим вылечить своих собачек можете посмотреть комментарии мне писали об этом люди я не знаю почему но не все ветеринары говорят про тетрациклин я там уже рассказывал эту историю про то как спасли мы наших собак в казахстане и про то как плохой ветеринар загубил мою собачку хотелось бы сделать дополнение ответить на вопросы в этом видео потому что люди постоянно пишут если во первых вы должны понять что это действительно чумка чумка это самая распространенная собачья такая самая тяжелая заразная болезнь вот самая опасная от лептоспироза до при помощи жидкости есть шанс чем больше собака тем больше шансов до вылечить потому что там в основном именно из-за потери жидкости животное погибает и не всегда вот как в нашем случае врач это все объясняет если он сам не хочет ставить капельницу то нужно так сделать чтобы хозяева собаки восполняли постоянно каждые полчаса ей вот этот нужный уровень жидкости в организме в любом случае если ваше животное заболело не теряйте времени не часу а тетрациклин он продается по моему в россии без рецепта потому что мне его привозили и высылали из россии ну два года назад правда я обновляла в свои аптечки просто если уже просрочены потом выбрасываем и обновляем у нас в германии а только по рецепту потому что до антибиотиками так вот таблеточкой прям вы не отравитесь но если только что кто-то там несколько пачек глотнет как некоторые думают что отравить можно собаку это все ерунда антибиотики они просто убивают бактерии бактерии там все такое внутри в организме но в чем вред в том что убивают они также и полезную микрофлору лактобактерии которые друзья нашего организма да поэтому просто так их нельзя принимать поэтому они по рецепту но антибиотик это все-таки конечно не какой-то крысиный яд и убить собаку им невозможно так что бояться в принципе нечего если и дадите антибиотик если это другое что-то ничего в принципе вреда особого не будет вот поэтому сразу или в аптеку сбегать или у кого-то спросите потому что у многих антибиотики дома в аптечке лежат обычно вот как у меня например сразу постарайтесь дать животному таблетку конечно животное не будет пить нужно растолочь она иногда именно вам полах для уколов продается можно и так купить только не попасть так как я однажды попала мне тоже в казахстане одна такая тварь ветеринарша в кавычках когда куриная чумка была кстати куриная чумка тоже отлично тетрациклином лечится повально в деревне куры погибали я начала давать тетрациклин и у нас именно куры выжили но до этого пока мы съездили туда в район до этого успели погибнуть внутрь деревне жили там никакой аптеки нет но еще это вот тварь вот это вот вот я говорю есть такие твари и среди медиков когда такая мразь конченая которая вот просроченное лекарство дает или вот что-то творит это вообще это конченая тварь я не знаю вообще что с такими людьми надо делать тюрьму и сажать что ли вот она мне тоже дала просроченному тоже время потеряли и потом уже не у ветеринара с этой просроченными этими товарами в аптеке в человеческой аптеке взяли этот тетрациклин и толкли его я с водой вам полки размешивала и заливала всем курятом и даже его там воде разбавили пить всем дали все куры потом выжили ни одной ни одной не сдохло вот как я только начала давать вот ну конечно когда уже они пластом лежали то уже поздно было и потом мы мы в туалет и тоже продавали кур и у нас инкубатор дома был и они там все удивлялись я потом всем рассказывал вы давайте тетрациклин вот тетрациклин это очень мощный антибиотик есть разные антибиотики вот пенициллин да вот как вот тоже узнаем в деревнях люди безграмотные не идут в деревню погибают от туберкулеза от гриппа когда есть антибиотики просто нужно знать что что от чего да ну тетрациклин очень от многих болезней помогает и вот умудряются люди даже не лечиться антибиотики от того же туберкулеза помогают это раньше их не было антибиотики придумали в прошлом веке и с тех пор люди могут противостоять и чуме и всяким этим болезням от которых раньше были вот такие страшные эпидемии что города вымирали вот ну а до сих пор бывает так что эпидемия у животных до идет особенно которую крыс разносят эти грызуны поэтому старайтесь не гулять с вашим животным в тех местах где много крыс всяких бегает вот в общем раз толчете эту таблеточку бумажку вот так маленькую бумажку возьмите согните на нее насыпьте этот порошок и кто-то поддержит или сами если сможете раскрытие собачки пасть и засыпать на язык быстро так раз на язык засыпать все она будет плеваться или что-то на антибиотик в любом случае попадет ей в рот да можно и шприцем без без иголки залить можно и таким способом этот способ спас очень много животных у меня у моих знакомых я только кому рассказала вот это как я спасла животных и знаете уже наверно трудно даже подсчитать сколько животных от этого спаслось вот так же вы можете передать рассказать про тетрациклин и спасете эти многих животных да кто-то там кто-то из ветеринаров не то написал про прививки та-та-та ну прививки кстати не всегда помогают и это кстати мы это тоже пережили такое и они сами ветеринара с этим соглашаются вот а если уже животное заболело ему нельзя ставить прививку она вообще сразу погибнет потому что это вводят мертвый штамм и он может ожить почему нельзя и людям когда они болеют когда кто-то болел прививки можно только там через месяц ставить потому что в ослабленном организме мертвые штаммы могут ожить да и может или дцп такое случится вот лимонг дцп по моему это называется и и может сама вот почему арут вот прививки прививку именно нельзя ставить когда болеют также животным вот под видео можете почитать комментарии тех кому помогло и в конце этого видео я несколько там поставлю посмотрите что люди пишут вот в моем случае было кого я знала там как лечь лежачий холодные животные поднимались после приема этого тетрациклина вот на сайтах ветеринаров много рекламы чтобы вы к ним шли платили денежки потому что если про тетрациклин все будут знать конечно пойдете сами купить этот тетрациклин и вылечить свое животное такой легкий способ вы его всем расскажете поэтому конечно мне кое-кто и написали даже раскритиковали меня чтобы как бы я тут не давала всякие советы я я-то не рекламирую ничего естественно я же не выпускаю тетрациклин вот тетрациклин и так покупает его нигде не рекламируют уж сами знаете я просто говорю то что помогло а мне изначально об этом сказала ветеринар мать моей подружки вот и я спасла всех своих собак от чумки потом ни одна собака у нас не погибала не забывайте также что нужно знать точно ли это чумка да как часто бывает что человек сам ошибается и ветеринары кстати бывает еще чаще ошибаются вот лучше всего если заболела животное вы залезьте в интернет задайте например болезни собак или болезни кошек и вам там все основу основное самое вылезет да и по всем этим симптомам вы можете сами точно определить это было я тоже многие мои знакомые точно сами сами ставили диагноз вот и потом уже думать потому что лептоспироз чумка они похожи но лептоспироз то вообще другая болезнь и тетрациклин в этом случае не поможет при лептоспирозе нужно чтобы было постоянное восполнение жидкости капельницу если там врач может поставить или вы сами можете капельницу поставить вот это очень важно не потерять жидкости потому что происходит понос с кровью жидкость уходит просто вообще ужасно из организма и от этого происходит как сохнет мышца сердечная и животные это не переносят и они тоже как от чумки от лептоспироза погибают если не восполнять жидкость но многие вот написали что можно самим попробовать дома капать на язычок собачки помогать и вот кстати кстати есть такой комментарий а петя ивашов пишет у меня тоже есть кошка и она чем-то заболела из-за чего перестала есть и пить и увидала и я просто решил поить ее водой из шприца капая на язык ей стало лучше и где-то через четыре пять дней она начала кушать а ведь могла сдохнуть из-за обезвоживания видите вот догадался человек из шприца капать на язык ей стало лучше у нее видимо был у кошек тоже у кошек это еще чаще вот я не знаю у них называется ли это лептоспирозом или по-другому но вот так же как у собак лептоспироз вот запомните пожалуйста что этот человек написал как он спас свое животное потом он дальше пишет с моей кошкой такое два раза было первый раз я поил как говорится на авось или может какая-то внутренняя подсказка была второй раз уже будучи с опытом вот и не забывайте об этом что и причем ки тоже но особенно при лептоспирозе нужно восполнять жидкость в организме капайте шприцом без без иголки или какой-то пипеткой вот постоянно лучше каждые полчаса раз и животное но сама перестает и пить и есть и все и в этом вся проблема вот поэтому хозяин должен помочь животному восполнить эту жидкости все это сделать врачи не всегда помогают если же если так получилось что не удалось спасти животное которое болеет чунка или паспирозом там бешенством то вы должны это животное или сжечь или отдать там в клинике чтобы его кремировали или закопать останки подальше и поглубже желательно так чтобы никак это не попало них проточные воды чтобы там никакое животное не пробегала потому что например от лептоспироза штаммы они до 50 лет могут жить и потом заражать других собак вот если у вас квартире лептоспирозом там чумой заболела животное вы должны все продезинфицировать потому что придет другая собака и она заразиться все перестирать как я рассказала в том ролике как у меня собачонок заразился от того что у той девочки не стало собачки и у нее были грязные брюки она видать в этих брюках было когда они она с собачкой со своей была и заразилась у нас собака бактерии вирусы они селятся везде расселяется они не вы не видимые глазу но они везде расселяется поэтому нужно сделать так что потом другие животные не заразились или если ваша собака выжила но от нее кругом вот эти штаммы остались все обработайте квартиру обработайте хлоркой вещи перестирайте ковры лучше уничтожить или там как-то их обработать полностью хлоркой чтобы возбудитель этот погиб вот антибиотики вот клептоспирозу они к нему бессильны и прививка там тоже не всегда эффективно нужно восстанавливать жидкость в организме вот бактерии вирусы необходимо уничтожать по-любому можно там еще есть другие группы антибиотиков вы можете про это почитать вот многие спрашивают про дозировку дозировка в зависимости от веса животного конечно если овчарка то как человеку давать такую же точно дозочку до сразу таблетку раз потом лучше первые два дня лучше давать три раза антибиотики каждые шесть часов а потом уже можно неделю давать два раза в день на животному вот лучше 10 дней ни в коем случае не делайте так что как и многие люди делают когда сами лечатся вот они попили антибиотики у резко помогло там все и они перестают нельзя так делать потому что если три дня попили антибиотики и бросили то эти штаммы они могут как сказать они могут мутировать и привыкнуть к этому антибиотику и потом в более мощном виде возродиться вы должны полностью и сами если лечитесь если животное лечите полностью пройти курс не меньше недели лучше десять дней вот полностью этот пропить антибиотики вот первые два дня три раза потом по два раза в день щеночку от люди спрашивают как щеночку три месяца например давать но первые два дня можно и наверное по пол таблетки дать но если только там чихуахуа маленький совсем щеночек ну тогда четвертую часть до таблетки четвертую часть вот вот эти красные распространенные таблетки драже некоторые то одно время бренцалов выпускал такую туфту вот это тоже ужасно как можно было выпускать некачественные антибиотики они такие светлые были немножко другие вот а это классические вот эти красненькие маленькие драже вот так что если щеночек маленький как чихуахуа четвертую часть если щеночек побольше пол таблеточки вот потом можно там третью часть таблеточки там это вот овчарки например полностью таблетку как человеку давать вот зритель мирный пишет здравствуйте мои овчарки стало намного легче вчера каждые три часа давал тетрациклин и жаропонижающий укол пенициллина и поил йогуртом рвало вчера всего пару раз спала весь день сегодня проснулся с утра смотрю уже хвостом машет и тихо ходит правда везде за мной как хвостик видно понимает что они и заботился я с утра 8 была температура кушать отказ я дал ей снова таблеток от жара тетрациклин напоил ее смесью протеинового коктейля видите как правильно до жидкость восполнять на пол стакана теплой воды две ложки размешал это доза взрослого человека там очень хороший состав белка и витаминов разных дома лежит уже год никто не пьет его поил со шприца пасть уже тяжело было открывать не как вчера силы возвращаются у нее а вот сейчас в обед привезли свежее мясо с рынка смотрю к пакету подошла нюхай дал кусок не ест я пошел нарезал очень мелкими долями и с рук кормил пока не перестала кушать съела мало с полкулочка но все же прогресс очевиден еще раз спасибо за видео что она есть сети и то что я вовремя его нашел большое человеческое спасибо теперь буду знать и другим говорить что да как вот видите как человек применил тетрациклин и еще как бы идея пришла протеиновый коктейль это кстати очень хорошо это сразу силы пошли до животному вот этой хорошая идея вот далее вика ко спасибо большое ваши рекомендации действительно очень помогли спасти свою любимую собачку моей собачки несколько дней назад было очень плохо настолько плохо что я даже не узнала ее просто раньше она была очень активной девочкой а через несколько дней она была совсем вялой ничего не кушала не пила только лежала я начала в гугле искать болезнь по этим признакам я поняла что это чума я очень поначалу испугала что это чума так как это болезнь смертельная я много сайтов читала видео смотрела как бороться с этой болезнью наткнулась на ваше видео оно действительно помогло я давала свои собачки таблетки которые вы посоветовали тетрациклин и рассчитала норму не знаю почему но я была уверена что эти таблетки они помогут и действительно таблетки помогли конечно результат не сразу через несколько дней она стала такой какой она была раньше начала кушать пить играться и стала еще активнее я очень благодарна вам за ваше видео спасибо большое вот так вот девочка написала видите конечно хорошо когда люди не забывают внизу написать потому что это поможет другим так как человек когда такая ситуация он растерян да и он думает верить не верить может кто-то просто там хайпит что-то пишет какую-то ерунду это конечно нельзя если ну не уверена никогда не надо видео делать я так как уверена я в этом поэтому я это видео сделала так как это действительно помогает и спасибо тем людям которые пишут комментарии вот в общем дорогие друзья не забывайте насчет этого совета вот как мои подписчики подписчики зрители написали что можно не просто воду даже давать а протеиновый коктейль что-нибудь бульон или что-то заливать лишь бы восполнять жидкость в организме тогда организм работает вот вы его реанимируете как и в реанимации тоже там же жидкость капают обязательно это нужно делать иначе без жидкости идет воспаление и все вот так поэтому друзья при лептоспирозе нажим на на восполнение жидкости что кошкам что собакам при кровавый понос это первый признак что лептоспироз вот вы даете если поносить животное она может за два дня погибнуть вот это тоже касается и людей если они не пьют восполняйте жидкость протеиновый коктейль бульон вода все что угодно каждые полчаса шприцом на язык или пипеткой как-то любым способом заставлять пить или капельницу сделать вот если чумка если вы по симптомам посмотрите что это чумка от чумки точно поможет тетрациклин но только конечно никогда уже разрушены все органы и когда уже там все некроз пошел внутри это уже старайтесь сразу не так что а я завтра схожу ли чё-то любым способом добыть съездить если вы любите свое животное пойдите по знакомым съездите быстро там буквально может два часа даже иметь значение даже два часа вот так поэтому делайте это быстрее друзья не забывайте пожалуйста чтоб потом не обвинять кого-то потому что тетрациклин если давать а это лептоспироз как там один человек мне написал кровавый понос ну конечно же это не чумка вот кровавый понос со слизью и ждать сидеть что тетрациклин поможет нужно внимательно смотреть видео я там рассказал про лептоспироз при лептоспирозе совершенно другое тут нужно восполнять жидкость конечно есть еще другие болезни желательно ставить вот у нас в германии например вы можете за 30 чем-то за 40 евро поставить от 6 6 по моему болезней сразу прививку у нормального врача это стоит примерно 30 чем-то 40 конечно как у того хапуги который заморил мне собачку у него 70 стоило и он еще там фальш лечил в кавычках вот в общем не забывайте что есть такие страшные болезни как например здесь германии вообще каждая собака должна быть на учете из-за этого потому что это болезнь для человека смертельное бешенство тальвуд по-немецки вот из-за этого все животные должны быть на учете за это кстати штрафуют в германии если собака не на учете и не ставят ей да кто-нибудь заводит собаку себе тайком она там бегает но случае чего ребята за это штраф говорят немало и вроде даже кто-то говорил но может наши русаки любят преувеличивать говорили вроде полторы тысячи возгельд за то что собака живет не без учета в ротхаусе и без документов и без прививок потому что болезнь тальвуд бешенство она передается людям это очень страшная болезнь ну такое конечно если бешенство это конечно только ветеринарной клинике вот это страшно и опасно друзья мои читайте комментарии под видео кому помогло в конце этого ролика тоже комментарии вот спасайте своих животных не будьте равнодушными и говорите также другим людям как можно спасти их всем мира и добра будьте добрее и в общем то есть что она будет человеком и человечнее друг другу а и и и и и и и и